Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Cadence – тема на WordPress, которая достойна вашего внимания. В этом видео разберем именно бесплатную версию темы Cadence. Очень легкая и со своими дополнительными плагинами-аддонами, как бесплатными, так и платными. Рассмотрим именно бесплатную версию, которой хватит вам в большинстве случаев для ваших сайтов. У Cadence есть и Pro-версия данной темы. Полностью изучив бесплатную версию и поняв, что вам, возможно, не хватает каких-то опций, вы уже потом сможете докупить Pro-версию. Давайте разберем данную тему и посмотрим, на что она способна, что в ней есть. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, тема Cadence. Сейчас перед вами открыта страница разработчиков данной темы. Давайте сначала ознакомимся на странице разработчиков с данной темой, что они представляют, какие сайты, как они выглядят на этой теме. Можно вот здесь посмотреть, да, с интернет-магазином или просто сайты. Посмотрим, какие есть платные дополнения. Все ссылки и ссылка на разработчиков я оставлю в своей статье на сайте fedorovasilev.com, соответствующей статье. Если вы это видео смотрите с YouTube, ссылка на статью будет в описании под видео. Здесь, конечно, они желательно, если вы первый раз смотрите, вот прям с главной страницы нужно вот эти вот блоки почитать, на что она способна, но это предварительное, так сказать, ознакомление с данной темой. Но вот здесь вот мы можем посмотреть Cadence наборы. Сейчас посмотрим чуть позже. Cadence тема, блоки Cadence. То есть это как бы идут дополнения к самой теме. Скажем, если вам не хватает функционала, то вы можете дополнить блоками, которые будут работать с темой Cadence как родные. То есть не будет каких-то несоответствий или несостыковок. Это те же самые плагины, но только от тех же разработчиков. То есть вы можете смелых устанавливать, зная о том, что проблем каких-то со стилями CSS еще с чем-то не должно возникнуть, потому что это как бы одно целое. Только разбито на части, и каждый берет к своему сайту то, что ему нужно. Например, там не хватает ему стилистики, отправки, уведомлений, то есть оформить письмо в WooCommerce красиво, то надо ставить там, например, дополнительный плагин от Cadence. Вот, например, плагины. И мы сначала с вами посмотрим Cadence тема. Кликаем сюда. Естественно, Cadence, бесплатную версию, вы можете и найти в репозитории WordPress прямо через админку с сайта WordPress. Мы, кстати, чуть позже так с вами ее и установим на мой демо-сайт и продолжим рассматривать данную тему. Здесь вот анимационно идут готовые работы. Я так понимаю, можно на них кликнуть и посмотреть воочию. Здесь также есть кнопки «Попробуйте Cadence бесплатно», «Посмотреть демонстрацию». Сейчас мы это с вами сделаем. Ниже важная информация – поддержка, то есть интеграция. Ну, как и, в принципе, в любой теме такого уровня, интеграция самых популярных плагинов, да. Гутенберг обязательно. Elementor, любителям Elementor. Другой вот есть некий конструктор. WooCommerce, интернет-магазин. Будем в этом видео разбирать Cadence именно в связке с WooCommerce обязательно. И другие плагины. Ну, дальше идет расшифровка, то есть и показана админская часть, что там есть цветовая палитра, наборы цветов, есть сразу предустановленные стили по шрифтам, как выглядит конструктор шапки, конструктор подвала. Естественно, мы с вами это все посмотрим. Итак, посмотрим демо-версии. Перейдем сюда. Здесь сразу интересующее отображение сайта по категориям разбито. Электронная торговля, это интернет-магазин. Вы, конечно, можете посмотреть другие варианты. Я сразу сюда нажимаю, чтобы посмотреть именно связки с WooCommerce. Ну, например, вот этот меня заинтересовал. Открывается все достаточно шустро. То есть приблизительно внешний вид, как может выглядеть сайт у вас с данной темы Cadence. Здесь я не вижу, конечно, WooCommerce. Вот WooCommerce точно есть вот здесь. Именно вот он, шоп-магазин. Ну и ниже, кстати, вот так при наведении у нас выглядят карточки. Allproducts, все продукты. Давайте я перейду в шоп. Зайду в какой-нибудь товар. Вот она. Вы видите, как достаточно шустро все открывается. Выглядит просто, конечно. Нет каких-то крутых анимационных там наворотов. Как, например, я рассматривал тему Woodmort, где прям все есть, все эти крутые эффекты новомодные и так далее. Кому нужна чистота, простота, вот как выглядит, сразу можно и блок посмотреть, как здесь оформляется в данной теме, да. И просто понять, что вы можете также оформить свой сайт. Учитывая, что тут даже есть любителям Elementor, то ставить Elementor у вас проблем быть не должно. Верстайте сайт и легко. Если вам, конечно, нравится этот Elementor. Сравнить сразу бесплатную Pro-версию. Здесь вот показано, что будет входить. Разные есть тарифы у них. Я думаю, вы уже сами ознакомитесь. Наборы Cadence. То есть это вот и есть. Разные цены и что в комплект входит. Дальше я перешел в блоки Cadence. Я так понимаю, здесь есть демонстрация как бесплатных блоков, так и вот где пометка Pro. Также можно посмотреть демонстрацию, попробовать живую демонстрацию. Тут надо электронную почту, да. И я так понимаю, вас в админку пустят, чтобы их посмотреть. Так, здесь я перейду посмотреть все продукты. Ну, как и в многочисленных темах, они предлагают готовые блоки. Сразу демонстрация картинок, которые просто можно использовать и быстренько настроить под свой дизайн. Плагины. Здесь ниже можно посмотреть плагины дополнительные. Сразу Cadence Slider, Cadence AMP. Я бегло пробежался. Это все платное. Кроме вот дизайн электронной почты, можно перейти. И видно кнопка «Скачать», то есть бесплатно. Это из плагинов. И показано, что вы можете, видите, оформить очень легко дизайн письма клиенту, по сути, чек, да, то есть после покупки, то есть для WooCommerce. Вот письмо приходит, вы можете как-то очень сильно его оформить здесь, если вы используете WooCommerce. Вот все остальное, если вы перейдете, вот, например, мне было бы интересно Cadence AMP проверить, вот эту вещь, потому что это для мобильных устройств и AMP, это специальная, кто не знает, версия для мобильных устройств, так сказать, урезанная, но специально направленная, сделана таким образом, что весь функционал как бы будет доступен, но убрано там все лишнее, какие-то анимации, какие-то лишние стили, еще что-то, и направлено все на то, чтобы эта версия была молниеносной на мобильных устройствах. По идее, AMP-версия должна понимать, что на сайт зашли с мобильного устройства, и отдается шаблон для показа, именно внешний вид, именно AMP-версия. Если это установить и настроить, и стоит это недешево, я вижу 45 в год, и вот вы сами можете видеть, что как это настраивается, вроде как вы тут сами решаете, что отображать в этой AMP-версии. Сразу говорю, что надо тестировать, гарантий нет. Но я сам точно не могу сказать, именно этот плагин я не тестировал, но я смотрел другие варианты на других платформах, мне не впечатлило, скорость там особо не изменилась. Не знаю, как это будет на WordPress. Вообще, это AMP призвано к тому, что это будет просто молниеносная загрузка страницы, а по идее она так и должна работать. Вот это уже надо практиковаться, смотреть. Но вот это было бы мне интересно разобрать, потому что это очень важный момент, чтобы с мобильных версий очень быстро у вас открывался сайт. Все остальные плагины, слайдер и так далее, вы видите, тоже все платное дополнительное. Но это уже все дополнение, когда вы уже полностью разобрали тему, сайт запустили, поняли, что возможно вам что-то не хватает, и уже возможно стоит сюда посмотреть, и может быть здесь будет как раз то, что вам не хватает. А теперь мы переходим в админку моего тестового сайта и приступим к установке бесплатной темы Cadence. Итак, я перехожу на свой демо-сайт. Вы видите стандартный шаблон. Версия на момент записи WordPress последняя 5.9 с предустановленным WooCommerce с демо-товарами. Потому что мне интересно не просто посмотреть тему, как работает просто многостраничный сайт или лендинг, а еще и в связке с интернет-магазином, как смотрятся товары и так далее. Первое, что мы делаем, мы переходим в внешний вид темы и найдем данную тему прямо в репозитории. Нажмем добавить. Сразу в репозитории у нас, вот по популярным, если смотреть, вот она в принципе Cadence, либо в поле поиска. Я напишу Cadence, чтобы не ошибиться. Действительно это она. Я нажимаю установить. То есть бесплатную версию прямо из репозитории. Ставим как обычно и нажимаю активировать. После активации у нас всплывает вот такое сообщение. Если хотите красиво оформить стартовый шаблон, давайте это сделаем. Установить стартовый шаблон Cadence. Идет установка. Подгружаются варианты. И у нас очень важный момент. Вот здесь нам нужно определиться, под какой конструктор, по сути, контента мы с вами подбираем шаблон, который собран. На каком конструкторе? Потому что эти шаблоны, вот демонстрация, которые мы видим сейчас в миниатюре, они же не просто так сделаны. Они с использованием, например, Gutenberg, встроенного редактора WordPress, что я крайне рекомендую использовать, потому что сайты будут все-таки шустрее. Elementor это сразу минус скорость, но зато простота в настройке и многочисленное количество опций. Gutenberg все-таки это еще пока сырое, абсолютно сырое, не готовое для полного создания сайтов. Но если с Gutenberg дополнительные плагины для Gutenberg там использовать или от Cadence, то мы можем собрать. Все равно сайт будет полегче. И моя рекомендация все-таки использовать Gutenberg. Если мы посмотрим вот сюда, где мы находимся, это вот видите, Cadence, стартовый шаблон. У нас путь здесь есть. Если вдруг вы там выключили компьютер внезапно. Если мы кликнем именно на слово Cadence, здесь будут различные опции по настройке сайта, по цветам, по типографике. Дальше видео. И для многих будет интересно, здесь будет показано, когда и какая версия сейчас актуальна, и что изменилось. То есть пофиксили разные моменты под Gutenberg, под WordPress 5.9 и так далее. И вот здесь вот показано, на момент записи видео, у меня последняя актуальная версия Cadence 1.1.13. Нам пока нужно перейти вот сюда, стартовый шаблон, где мы с вами уже были. Обязательно сначала определяемся. То есть у меня уже выбран Gutenberg. Смотрите, если я возьму Elementor, то есть я еще ничего не устанавливаю. Мне пока просто показывается готовый шаблон. Здесь опять же два пути. Вы можете не выбирать шаблон и с нуля начать собирать шаблон. Это займет у вас больше времени и нужны навыки. Вы должны хорошо уже владеть данным шаблоном. Знаете, как устроен, как настраивается тот или иной блок. Если вы хотите быстро собрать шаблон, отредактировать уже выбранный, который вам понравится, требует меньше времени на это и меньше практики, меньше знаний, то мы отсюда выбираем шаблон. Я предлагаю выбрать сразу готовый вариант. Мы все равно будем смотреть изнутри все настройки. То есть я выбираю Gutenberg. Видите, показываются мне другие варианты. И просто я выбираю, ну, наверное, я что-то возьму под WooCommerce. Обязательно. Вот этот шаблон я смотрел уже, он точно заточен под WooCommerce. Но если мы с вами установим предустановлены настройки, скорее всего, будут предустановлены и менюшки, которые надо будет либо редактировать, название менять с английского на русский, и товары добавятся, и рубрики, и категории. Это если вы прям с нуля делаете, просто для редактирования, то да. Так как у меня, вот я сейчас подумал, у меня же товары уже есть, и давайте-ка все же я не буду устанавливать здесь сайты. Мы с вами просто посмотрим настройки с нуля. То есть если я сейчас обновлю свой сайт, у меня вот он уже на Cadence. Вот мои товары. Мне остается лишь его настроить. Вы, конечно, если выбираете шаблон, вы можете кликнуть по шаблону. Это еще не установка на ваш сайт, просто демонстрация. Далее шаги. Вам нужно просто цветовую палитру. Она меняется для всего сайта. Там цвет акцента, какие-то элементы, текст, фон. Выбираете просто цветовую палитру. Видите, кнопки меняются, бейджики меняются. Дальше выбираете шрифты. И выбираете либо сингл пейдж. Дизайн будет подгружен к вам на сайт с одной страницы, либо фулл сайт. То есть это и внутренние страницы. Вот видите, там about anas, контакты, блок. Фак. Это все будет загружено. Тут вот выбираете. Как я сказал, у меня уже есть предустановленное, поэтому я по крестику нажимаю. Устанавливать шаблон я не буду. Если я вернусь, кликну на слово Cadence, я могу по ссылкам Customizer просто перейти в настройки шаблона. И мы сейчас с вами продолжим настраивать. Но вот дальше под замочками это уже, скорее всего, платные аддоны. Видите, премиум. И внизу тарифы вы увидите. То есть либо отсюда по ссылке. Но я предлагаю прямо сначала, как, в принципе, обычно я и делаю, сверху вниз по настройкам пробегаться. Для этого нужно перейти на стройки. Хоть здесь на английском, сейчас будет для тех, кто не знает, приятная неожиданность, то, что тут-то у нас все на русском. Видите, все на русском языке. Это облегчит задачу при изучении настроек для тех, кто английский не знает. В принципе, я английский не знаю. И мне с русским гораздо будет удобнее, быстрее вам об этом рассказать. Ну, то есть о настройках. Итак, вот у меня главная страница. Магазин. То есть у меня предустановлены какие-то пункты меню. Вот есть подпункты меню. Блок. Давайте посмотрим. То есть как выглядит сейчас. То есть пока я еще ничего не настраивал. У меня был просто WooCommerce с наполненным товаром, наполнен блок, просто несколько пунктов меню, которые практически пустые. Все. Я накатил сверху Cadence. И давайте рассматривать уже настройки. Первое. Основные настройки. Они, конечно, делятся на большое количество опций. И начинаем смотреть. Первое. Макет. Минимальная ширина содержимого 1290. Здесь пиксели. Можно выбрать другую величину. И ползунком. Либо вот здесь вот меняется значение. Сразу это видно. Это ширина общего каркаса сайта. Причем вот на всю ширину можно сделать. То есть как удобно. Забыли тут какое значение. Если захотели по умолчанию вернуть, не беда. Есть маленькая стрелочка. Кликнув по ней, сбрасывается по умолчанию. Видите? Здесь, конечно, вот именно как здесь устроена настройка вот этого функционала. Очень удобно. Не все переведено на русский. Новые опции здесь, видимо, добавлены. Content Left Right End Spacing. Интервал между левым и правым краями содержимого. То есть пока что это вот как-то вот так. Тоже внутри контента. Причем здесь иконки. Это на компьютерной версии. Мы можем отдельно настроить. Отдельно кликнув по иконке планшета. Отдельно. То есть для планшета будет так, для компьютера так. И иконка мобильного устройства. Для мобилки отдельно настроить. Очень удобно. Дальше отступы содержимого сверху, снизу. То есть смотрим. Это, смотрите, как-то такое не везде даже я видел. Да, вот, скажем, это мой магазин. От, по сути, предварительного заголовка. Это даже не шапка сайта. Отъезжая, да? Так, это не здесь. Вот это. Смотрите. И также для мобилки. То есть планшет и телефон. Отдельно можно настроить. Максимальная ширина макета содержимого. Посмотрел на разных страницах. И обнаружил, что это работает только внутри развернутой записи статьи. Вот я зашел в запись. Пробую двигать. Это именно для записи. То есть, смотрите, это полностью все идет у нас в движении. Дальше. Отдельная блочная запись. Это тоже у нас вот эта внутренняя часть. Если я двигаю, просто видим где. Да, это где у меня идет категория, заголовок, кто автор, дата создания записи. Можно настроить также для разных устройств. Вот тень отдельной блочной записи. И здесь. Переключатель. То есть у нас вот здесь есть такая легкая тень. Но, по крайней мере, это вот здесь я вижу. Так устроено. Видите, достаточно симпатично выводится запись. На этой теме. Если переключатель включаем, мы отключаем тень. Или, кликнув по цвету, за ползунок сделать тень более насыщенной. Вы это видите. И дальше уже идут blur, это размытие тени, можно поиграться, отступы тени и так далее. Причем эта тень, это контентная часть. Смотрите, вот просто созданная страница WordPress с текстом «Как купить». Текст располагается на белой подложке, видите. И вот она, тень сопровождается по краям, внизу, не только под заголовками записи. Вот я отключаю ее. Видите, тени нет. Включаю. Она есть. То есть это и для страниц, вот для этой именно области. Дальше. Скругление углов отдельных блочной записи. Ничего не задано. Как раз-таки здесь вы видите контентная часть, где располагается контент страницы. Скорее всего и в записях это будет. Причем можно скруглить очень сильно. Не знаю, я как-то не особо любитель скругленных углов. Причем даже можно кликнуть по замочку. Появятся разные стороны. И, например, скруглить только топ. Видите, вот здесь скруглилось. Здесь нет. Внизу нет. То есть только с одной стороны я скруглил. Если это сделать, ну это как бы скорее всего для всех таких подобных элементов сайта, это будет давать некий шарм, что ли. Мелочь, но как бы все равно с одной именно стороны данному сайту. Давайте я поставлю 0, замочек отожму. Пускай у меня здесь скруглений пока не будет. Дальше. Блочная сетка архива. Я перешел в блок. Здесь у нас идут как бы внутренние отступы. И для разных устройств можно сделать. Смотрите, например, вот так вообще нельзя оставлять, да? Когда отступов нету внутри колонок, скажем, с текстом. Оставлю по умолчанию. Тень блочной сетки архива. Это как раз таки вот. Отключается это в блоге. Анонсы записей. И тоже тень можно сделать по теме. Кстати, вот не у всех тем есть вот такая настройка. Я люблю вообще играться вот с такими моментами с тенью. Это выделяет так внешние блоки. И давайте посмотрим внутри. Ну внутри мы с вами сейчас настраивали. Вот это, например, у нас похожие записи. Здесь тень мы уже настраивали. И скругление углов. И здесь можно. Вот вы видите, появляются автоматически ко всем анонсам. Просто у меня анонсы очень так большие. Эту текст я добавил. Здесь тоже можно это настроить. Так, я скругление не буду себе делать. Здесь мы с вами настройки прошли. Макет назад. Дальше идет сайт бар. Итак, сайт бар пустой у меня. Сайт бара нет. Я полагаю, нам нужно с вами сначала сделать сайт бар. И давайте я пока что выйду с настроек. Перейдем в сайт бар. Точнее, перейдем в виджеты, чтобы что-то добавить в сайт бар. Кстати, это же зависит от тем, какие сайт бары и сколько этих позиций есть. Вот у нас к этой теме есть сайт бар 1, сайт бар 2. Для футера подвал сайта, самая нижняя часть сайта. У нас 6 аж отведенных блоков, куда мы можем разместить свой контент. И здесь есть неактивные виджеты. Сайт бар 1. Давайте посмотрим. Либо по плюсу здесь, либо здесь. Во-первых, раз мы сюда зашли, мы с вами посмотрим. Скорее всего, должны быть дополнительные виджеты от темы Cadence. Я нашел здесь тема, вход-выход, описание терминов. Давайте, я даже не смотрел, еще посмотрим. Разместим здесь. Это, я так понимаю, авторизоваться с сайта, выйти с сайта. И термины тоже посмотрим. Показывать вход на сайт в виде формы. Давайте показываем. Перенаправлять на текущую страницу. Оставим пока как есть. Дальше. Здесь у нас термины. И давайте еще я закину сюда календарь. Самый наглядный пример. То есть я просто кликаю по календарю, да, и он у меня здесь. То есть три виджета я, по сути, сюда добавил. Обновить. Чтобы увидеть сайт бар на странице, нам нужно попасть в страницу. Вот я зашел в страницу. В страницу как купить. Здесь вот будет вот такая иконочка. Мы сюда нажимаем. И тут будут настройки именно от темы Cadence. Давайте сначала сразу к макету. Вот я выбрал Left Sidebar. И сразу вот он, Sidebar. Причем только к этой странице. Пока что на других. Магазин. Блог. Сайт бар не выводится. Дальше будем смотреть по настройкам. Скорее всего глобально мы дойдем, чтобы глобально включать для всего сайта. Сайт бар, но пока что рассмотрим вот к этой странице вот эти все настройки. Раз уж мы сюда зашли, всех и рассмотрим. Получается, сайт бар был слева. Легко можно переключить его справа. Вот тот самый календарь. Вот кнопка выйти с сайта. Дальше Full. Полная страница. Был у нас Default. Дальше вот поиграйтесь. Есть Normal. И вот такой еще вариант. Кстати, здесь даже видно. У меня будет пускай сайт бар слева. Прозрачный заголовок стоит Default. Disable. Такой вариант давайте посмотрим. То есть это самая верхняя шапка. Она становится прозрачной. И сливается с заголовком. На ваше усмотрение. Страница заголовка также Default. Прозрачно или Отключить. Давайте посмотрим, как с отключенным. Вот полностью, если хотите, заголовок именно этой страницы скрыть, мы, конечно, его скрываем. Здесь сайт бар мы с вами посмотрели. Ниже Page Sidebar. Это Sidebar 1, Sidebar 2. То есть мы можем выбрать... У нас же там есть... Вот у нас Sidebar 2. Здесь у нас ничего нет. Если тут есть контент для страницы, можете определить, какой из сайт баров 1 или 2 показывать. Именно для этой страницы. Дальше. Стили для контента. В контентной части встает Default. По умолчанию это то, что мы сейчас видим. Да, получается. Есть Boxed. Некой такой коробкой. Или Unboxed. Давайте посмотрим, как выглядит Boxed. Да, изменений здесь я не увидел. Unboxed. Это получается... У нас она как бы и так была в такой коробке. И вот видите, это получается... Сзади просто Background. Вот эта область спряталась. Рамка тень спряталась. Просто текст. Ну, смотрится не очень, конечно, хорошо. Либо Boxed, либо Default я оставлю. Дальше. Вертикальное заполнение содержимым стоит Default. Но давайте посмотрим несколько вариантов. Вот этот вариант Disable на самом деле прилипает у нас контентная часть прямо к шапке. Это видно. Нет больше разрыва. Топ-онли. Давайте посмотрим. Обновим сайт. То есть практически тоже никаких изменений нет. Только и отлепилась у нас вот эта часть. И вот этот вариант. Сразу посмотрим. Обновимся. Это чуть больше отступ снизу. От подвала. А здесь прилипает. Ладно, здесь оставим Default. Здесь такая тонкая уже настройка. Следующая опция показывает рекомендованное изображение. На данный момент пока мне самому непонятно, где это будет показываться. Есть кнопка Default. Вот этот вариант. И отключение. В процессе настройки практики будем решать. Смотреть, где эта опция у нас задействована. И дальше. Интересный очень момент. Далеко не у всех такое есть. Меня прям удивляют эти бесплатные опции. Disable Header, Disable Footer. Получается, должно отключать нижнюю часть сайта, верхнюю часть, полностью шапку. И это работает. Смотрите. Если вдруг какую-то одну страницу нужно оформить так, чтобы вообще не было контента. Например, только был бы текст. Или вот как сейчас у меня с сайт баром. Смотрите. Шапки нет. Подвала нет. Это очень круто. Мне это очень нравится. Но в данном случае я отключать это не буду. Мы рассмотрели базовые настройки страницы. Получается, для каждой страницы индивидуально вы можете настроить так, как вам нужно. Самое главное и первое, это, конечно, сайдбар. Определить, где будет показываться. Все остальные такие уже тонкие опции. Ну, они есть, и это очень хорошо. Сайдбар мы определились, но у нас есть опции для сайдбара. Мы возвращаемся с вами в настройки темы. Во-первых, ширина сайдбара, но тут достаточно большая. Я бы она сделал поменьше. В процентах и тоже можно разную величину сделать. Оступ между виджетами. То есть, когда их несколько, вот отступает. И самое интересное, что это в бесплатной версии есть включить липкий сайдбар. Если включаем, появляется дополнительная опция закрепить лишь последний виджет. Смотрите, при прокрутке страницы, видите, залипает. Это очень круто. Когда он залипает, как раз таки внимание сразу привлекает человека. Он видит, что здесь может быть какой-то рекламный модуль. И закрепить лишь последний виджет. То есть, получается, вот у нас выйти кнопка, она не залипает, это видно, она прокручивается. И залипает только календарь. Но в данном случае он последним считается. То есть, даже такие есть настройки. Не забывайте, что дизайн вынесен в отдельную вкладку. Здесь все, что касается дизайна, можно настроить. Именно относительно сайдбара. То есть, первое у нас заголовки виджета и есть земной шарик. Это говорит о том, что этот цвет глобальный. Для всех элементов заголовка виджета должен работать для других страниц. То есть, изначально у меня серый. Я могу кликнуть синий. Но у меня просто заголовков не добавлено. Поэтому, наверное, мы цвет с вами не видим. Дальше. Шрифт отдельно можно выбрать. Стиль, насыщенность шрифта. Размер отдельно. Для компьютера, для планшета, для мобилки. Видите иконки, да? Только тонкая настройка. Представляете, одного заголовка здесь. Размер шрифта для разных устройств. То есть, здесь очень круто проработана настройка. Вообще, в целом, для шрифтов. Вот эта опция, вы видели, как это настроивается? Только для заголовков виджетов. Содержимое виджета тоже серого цвета. Цвет можно поменять. Причем, возможно, здесь в предпросмотре это будет не видно. Дальше. Фонс, шрифт. Вот, например, сейчас это видно. Я Arial выбрал. Это только здесь меняется, да? По поводу шрифтов. Большой выбор шрифтов. Также здесь стиль. Отдельно все насыщенность можно поменять. Межстрочный, межбуквенный интервал, например. Только в этом, видите? Межбуквенный. Это только здесь. Только здесь настраивается. Это значит, каждый элемент отдельно можно настроить. Дальше. Стиль ссылок. Подчеркнутый, не подчеркнутый. Можно быть цвет ссылок тоже выбрать здесь. Начальный цвет и цвет при наведении. То есть, видите, все на русском языке. Если не знаете, за что цвет отвечает, вот просто наводите мыши, подсказка всплывает. Фон сайдбара. Вот чисто красится фон. Но здесь надо с отступами поработать, потому что... И даже градиент. Можно настроить радиальный там, разный угол. Смотрите, вот этим ползуночком. Да, у меня только почему-то сбрасывается. Хочу его покрутить. В общем, вот он, градиентный сайдбар даже можно выбрать. И даже загрузить имидж. И выбрать, как это будет. Заполнение, контейнер, авто, скролл фиксировано чисто для изображения. То есть, очень тонко. Причем, только для виджетов это. Разделительная сайдбара для разных устройств. И цвет даже можно задать. Это разделительная линия. Я сделал в один пиксель. Опять же, здесь с отступами надо играться. Там точками. Двойной линией. И без разделителя. Внутренние отступы. Вот как раз таки то. Это если мы, скажем, делаем сайдбар. Это у нас отступ сверху. Давайте я замочек зажму. И вот. То есть, если у нас будет покрашена сайдбар, и внутри нужны отступы. Вот так вот это делается. Но я не буду использовать цвет. Точнее, цвет у нас используется как фон. Задний фон. У нас заливка есть. Тот же цвет я использую. Вот такие настройки дизайна. Смотрите. Дальше по настройкам у вас будет попадаться такая вкладка дизайн под другой элемент, который в данный момент вы настраиваете. Я уже в эту вкладку не буду обращаться и показывать, как ей пользоваться, потому что там будет, скорее всего, то же самое по аналогии. Только вы будете настраивать дизайн другого блока. Ну, в данный момент, где находитесь, на что настраиваете. Итак, мы с вами разобрали здесь немножечко сайдбар. Следующая у нас идет цвета. То есть, мы с вами добрались именно до глобальной цветовой палитры. Это если мы с вами заранее не устанавливаем шаблон. Мы с вами делаем сайт сейчас с нуля. То есть, не используя готовый шаблон. Поэтому мы сюда переходим. И для всего сайта как раз-таки будем здесь заниматься настройкой цвета. И получается, что здесь есть разные вот такие вариации палитры. Здесь, на самом деле, нужно немножко разобраться. Есть такая вот ссылка, которая будет ввести на страницу, где можете почитать, как пользоваться цветовой палитрой. Здесь, ну, понятно, конкретно каждый цвет вы можете менять. Вот, например, готовые наборы. Я выбираю, кликаю по набору, и у меня сразу применяется палитра ко всему сайту. Например, вот я выбираю. Там цвет ссылок. Вот, например, оранжевые стали ссылки. Там акцент сайта. Давайте я посмотрю на магазине. Зайду внутрь. Например, палитра 2. Смотрите. Выбираю по палитре. Видите, как все меняется. Тоже цвет звездам, цвет ссылкам. Синие кнопки. Такой вариант. Такой вариант. То есть темный. Вот оранжевые кнопки. Оранжевые ссылки меню. Оранжевые звездочки. Полностью красные кнопки. Красное меню. То есть вы просто меняете, видите, цвет всего сайта. Зеленые кнопочки там. Таких цветов у меня еще не было. Я, наверное, так и оставлю. Палитра 3. То есть для третьей палитры. Красный. То есть, получается, я заготовки делаю для третьей палитры. Второй у меня зеленый. Здесь я выберу вот такой. И получается, например, вот я палитру 2 оставляю. И конкретные цвета. Это получается акцент 2. То есть акцент 1. Это самый главный цвет сайта. Основной цвет сайта. Акцент это все выделенные части. Это кнопки, ссылки, звезды, там, при наведении. Какие-то блоки. Тонко настроить. Например, тот самый же зеленый. И хотелось бы сделать чуточку зеленоватее, посветлее. Вот они все стало, видите, светлее, зеленое. Пускай вот так вот у меня останется. И также любой другой цвет. Например, это белый, видите, это body. То есть тело, он вообще сделал черным. Ну, оставлю белый. Или розовый вообще получился. Каждый отдельный цвет тоже можно настроить. Дальше фон сайта. Также для компьютера отдельно. Для планшета, для мобилки. Земной шарик фон сайта нажимаю. Также градиент для фона. Имидж для фона. Или просто цвет. Я могу из палитры выбрать из любой произвольный оттенок. Задать его здесь. То есть, смотрите, это какие-то части фона. Например, вот видно хорошо за товарами. В сетке товаров. Либо взять его из глобальной палитры. Сразу, видите, земным шариком помечается. Это значит, что вот я беру этот цвет с глобальной палитры. Если я начинаю вот здесь играться цветами, земной шарик пропадает. Говорится о том, что я беру произвольный цвет. Какой-то свой, который не задан в моей палитре. Скажем так. Причем для планшета, например, белый. Для фона сайта компьютера зеленый. Видите? Белый, белый, зеленый. Я сброшу, оставлю как есть по умолчанию. Также фон содержимого, понятное дело, также можете поменять. Фон, название над содержимым, какой-то такой у нас сероватый. Это вот где у нас слово магазин для всех сайтов. Вот вообще черный. Можно настроить. Цвет перекрытия фона заголовком над содержимым. Тоже можете там, я не знаю, поиграться, посмотреть. И ссылки в содержимом. Link Style. И есть разные варианты. Цвет ссылок у нас из глобальных. Видим зеленый, который я и выбрал, и земные шарики. И сразу говорю, если вы глобально выбрали, то это будет выдержанная правильно стилистика сайта. Не надо в разных местах накручивать свои разные какие-то цвета непонятные. Потому что это будет выглядеть непрофессионально. Наляписто. Это реально будет людей отталкивать. Достаточно просто из палитры определиться с глобальным цветом. Но опять же, если палитра, я уверен, что здесь палитры заготовлены. Ведь важно еще соотношение цветов. Там теплый, холодный цвет. Между собой они должны сочетаться. Они должны быть вырвиглазными. Мягкие, постельные там, тона и так далее. Цвета могут зависеть от тематики сайта. Вообще, этот дизайн, это такая штука, ей надо учиться годами, чтобы понимать и правильно выстраивать. Это если уж так, поглубже копнуть. Когда палитру выбираете, я к чему клоню? Выбираете отсюда. Либо есть специальные сайты, где показано соотношение цветов. Если вас эта палитра не устраивает, вы хотите задать свои цвета. То есть вот с цветами будьте аккуратны, когда будете с ними играть. А здесь еще есть экспорт-импорт, но это надо смотреть документацию, как пользоваться вот этим моментом, если, конечно, вы вообще будете пользоваться. Дальше. Здесь я сохранюсь. Цвета мы с вами посмотрели. Дальше кнопки. То есть отдельно, если мы будем настраивать кнопки. Давайте сначала посмотрим, где у нас есть кнопки. То есть скажем, в магазине или кнопка «Отправить комментарий». Цвет текста. Ну, белый цвет из глобальных. Для всех кнопок. Видите, цвет красный стал. Текст на кнопке. Я оставляю белый из глобальных. Ну и цвет фона, понятно, тоже вот она, но с зелеными. Это если нужно кнопки как-то отдельно поменять. Соответственно, в магазине кнопки тоже, скорее всего, для них это действует. Так, вот она кнопка, например, в корзину я добавил. Давайте я просто зайду внутрь. Вот в корзину. Для этих кнопок. Видите, синяя. Тоже будет меняться. Я оставлю зеленый. Цвет границы, соответственно. Граница. Сама граница. Чтобы границу увидеть, надо добавить пиксель. Это у нас некая граница в самой кнопке. Я использовать не буду. Радиус скругленный. Видите, все кнопки будут скругленные, если это нужно. Шрифт. Отдельно для кнопки упоминать внутренний отступ. Сделать ее там пошире. Все кнопки. Тень для кнопок можно включить. Давайте посмотрим. И сделаем. Это только слева. Вот я сделал небольшая тень. Справа. Это внутренняя тень. Посмотрите, видите, как кнопка получается. переключатель внутренняя тень. А вот эта тень будет за кнопкой. Тень кнопки при наведении тоже можно настроить. То есть очень тонкая настройка вот таких вот всяких элементов. Дальше. Типографика. Очень большой здесь вариант по настройкам. А также земной шарик. Цвет color. Это цвета для шрифта. Основной шрифт сайта. Это здесь. System default. То есть здесь идут список всех шрифтов. Вот я выбрал буквально aerial. И это сразу к всему сайту назначалось. Стиль. Насыщенность для всего сайта. Размеры. Phone size. Для компьютера, для планшета, для мобилки отдельный размер. Межстрочный, межбуквенный интервал. И все возможные там настройка буквицы. Все заглавные. Вот, например, я выбрал наглядно вам показать меню. Заголовки. Описание. Хлебные крошки. Здесь описание. Вы видите, все стало заглавными буквами. Это основной шрифт. Или здесь есть такая вот иконочка, папочки. Можно выбрать отсюда. Сразу набор шрифтов. Заголовок. Семейство шрифтов. Также выбирать отдельно. Для заголовков уровня H от 1 до 6 отдельно все можно настроить. Название над содержимым. Тоже там цвет. Всякие вот эти вот моменты. Подгружать шрифты Google. Подгруппы шрифтов Google. Здесь обязательно нужно выставить кириллик. Если сайт русскоязычный. На русском языке. То есть у вас весь сайт. Потому что не все поддерживают. Могут частично поддерживать Google шрифты кириллицу. Поэтому надо здесь обязательно выставить кириллик. Движемся с вами дальше. Прокрутка вверх. Кнопка прокрутка вверх. У нас она не включена. Вообще рекомендуется, конечно, это на сайте использовать. Вот такая вот кнопочка прокручивать наверх. Очень симпатичная. Очень удобно пользователям будет прокручивать наверх. И для нее удивительно много настроек. То есть есть, во-первых, дизайн самой кнопки. Поменялось различные стрелки. Давайте я посмотрю, выберу что-то для себя интересное. Наверное, оставлю вот такой вариант. Размер иконки. Для разных устройств обратите внимание. Нифига себе. Можно даже сделать вот такую просто лютую кнопку. Выравнивание даже можно слева. Но вот смотрите, часто такое вижу. Не делайте так кнопку слева. Потому что, так скажем, не по-русски. Вот реально. Мышка находится вот обычно вот здесь. Да, с позвонком рядом. Чтобы мышка не тянутся сюда. Она должна быть здесь. Все должно быть на самом месте. Смещение сбоку. Здесь вот как раз можно немножко поиграться. Для разных устройств обратите внимание. Можно настроить смещение снизу. Это смещение может быть полезно, если вы сюда еще выводите кнопку лайвчата. Или консультанта. Которые рядом друг друга они могут перекрывать. Тогда вот поможет вам смещение этой кнопки. И видимость. Вот эта крутая штука. То есть, смотрите, на планшете видим. И на телефоне ее нет. Я рекомендую. Так, на телефоне. Она есть. По идее, вот так вот должны отключаться. Смотрите, я рекомендую оставить включенным только на компьютере. На планшете, на телефоне убрать. Потому что, вспомните, человек прокручивает сайт свайп пальцем, да? Просто вверх-вниз. Неудобно будет искать эту кнопку, нажимать пальцем. Просто по экрану крутят сайт и все. Она там никак не нужна. Поэтому отключите ее на этих устройствах. Движемся дальше. Не забудьте, что вкладка дизайн есть отдельная для именно этой стрелки. Если хотите настроить. Например, вот я кликнул по крестику. Мне не нужна граница. Я хочу просто маленькую стрелочку, чтобы была. Вот видите, границу отключил. И даже можно еще заполнение настроить. И так далее. Так, дальше. Макет страницы 404. Это ошибка 404, которая говорит, что страница не найдена. Отдельно эту страницу можно оформить. Если вы не знаете и хотите ее оформить, вы можете искусственно вызвать эту страницу. Просто с вашему адресу сайта подпишите несуществующую страницу. Несколько цифр наберите. Enter. Ну, по идее, это вот эта страница. Я так понимаю, надо ее отдельно создать. И для нее макеты можно сделать. С сайдбаром ее можно сделать. Стиль содержимого настроить. И внутренние отступы можно настроить. Также дизайн отдельно можно настроить. Долго останавливаться на странице 404 не буду. Дальше. Комментарии. Для того, чтобы посмотреть комментарии, у вас должен быть хоть один комментарий здесь быть. Вот я добавил тестовый. Изначально форма всегда ниже. Вы можете сделать так. Если комментариев много, чтобы, видите, форма была выше. И вот этот ползунок, вроде мелочь, но из опыта крайне не хватает, чтобы это была опция удалить поле сайт в комментариях. Абсолютно бредовое поле, которое появляется, если человек зайдет, например, неавторизованный. Чтобы он туда вставлял свои ссылки внешне. Они для вашего сайта, это никак не полезно. Вот я зашел как неавторизованный пользователь. Вот это поле сайт. Имя и мейл. Это нужное поле, если человек неавторизован на сайте и хочет комментарии ставить. Но вот это до сих пор есть в WordPress. Это самая главная ошибка в WordPress. Вообще вот этот полный бред, я считаю. И очень хорошо, что здесь мы можем это скрыть. Вот я скрыл это поле. Обратите внимание, остается только мейл и имя. Все хорошо. Следующая опция. Это у нас хлебные крошки. И источник. Смотрите, как здесь круто. Можно просто переключить, если вы используете SEO-плагины. Это RankMatch, UAST и SEOPress. То есть, обязательные плагины, которые нужны для SEO-оптимизации сайта. Просто включайте, но опять же, UAST должен быть на сайте. У меня на сайте UAST нет. И если это по умолчанию, используйте иконку для главной. Не стоит никакие SEO-плагины. Я пока оставлю по умолчанию. Но пока хлебные крошки у нас не выводятся. SEO-крошки, напоминаю, что это очень полезная вещь. Во-первых, это размещается всегда вверху над картинкой, под шапкой. Размещаться это должно во всяких таксономиях, типа магазин, блок и так далее. Это хорошо, удобно и показан путь от главной до корневого элемента. Это чтобы человек ориентировался, где он находится. По этой ссылке строчной он может определить. И это очень полезно для SEO-оптимизации вашего сайта. То есть, для поисковиков это нужно тоже делать. То есть, включать эти хлебные крошки. Надо смотреть дальше опции. Если бывает, внедряют хлебные крошки именно в саму тему. Я пока затрудняюсь сказать, есть ли хлебные крошки в самой теме. Дальше. Ссылки на соцсети. Ничего не указано. Вы можете просто проставить ссылки там, где вы есть в вашей профиле. На группы, в соцсетях и так далее. То есть, это Facebook, Twitter, Instagram, YouTube есть у нас с вами, Vimeo, группа, Facebook, Pinterest, LinkedIn, много-много WordPress, VK, RSS, отзывы Google. То есть, WhatsApp, пожалуйста, Telegram, SoundCloud, TikTok и многое-многое другое. Email, номер телефона, например, и произвольно еще три поля для каких-то ссылок. Следующая немаловажная опция это оптимизация сайта. Это именно скорость загрузки страниц. У нас включено по умолчанию только включить прокрутку как ID, так и оставляем. Включить Lightbox. Это там, где в контенте вы будете вставлять, например, фотографии, они будут по клику. Не открываться в новой вкладке, а показано будет в Lightbox. И две очень полезные важные опции. Загружать Google шрифты локально. Включаем. Если включаем, появляется предзагрузка локальных шрифтов. Это если мы используем Google шрифты для сайта, то шрифты будут выгружены к вам на хостинг. Это и есть называется локально. И этот будет прирост к скорости сайта. Обязательно включаем. И появляется кнопка очистить кэш локальных шрифтов. Это если вы чистите кэш, например, на сайте что-то меняете, меняете шрифты вдруг, а шрифты не меняются. Поэтому идем сюда чистим кэш. Сейчас это делать не нужно. Включить еще предзагрузку CSS тоже направлено на прирост скорости. И так достаточно шустрые темы. У нас есть еще такая вот опция. И вот смотрите демонстрация этой опции включить Lightbox. Хочу все-таки показать на примере записи блога. Выключил Lightbox. вставил, то есть зашел в запись, вставил изображение. Кстати, не забудьте, что запись имеет те же настройки. Видите, отключите хедеры и футеры и все эти опции, которые вы уже видели, это можно сделать для записи. Итак, изображение, смотрите, если я кликну, здесь вам нужно будет выбрать ссылка Media File и сохранить запись. Вот по умолчанию сам WordPress, вот картинка у меня находится внутри записи, она по клику просто неправильно открывает фото, вроде увеличивает его, но на самом деле она открывает просто ссылку. Это и некрасиво, и неправильно. Но если мы включим Lightbox, давайте я пройду на сайт, обновлю страницу, то по клику по изображению видите, как в симпатичном затемняется экран, в таком крестик закрыть, появляется картинка с мягкой анимацией, это очень круто. Оптимизацию прошли, и мы прошли вкладку основные, дальше, назад, и у нас следующая на очередь идет с вами хедер, и хедер это у нас шапка сайта, и это в виде небольшого такого конструктора, где можно настроить, вы видите, вкладку для ПК-версии, и отдельно для планшета и телефона, где появляется у нас область для off-canvas, так сказать, бокового меню, которое у нас в принципе призвано для мобильных устройств. Выезжающая такая панель с меню отдельно можно настроить и колонки, и если вы смотрели мое предыдущее видео про тему, небезызвестную тему Астра, по-моему, это сделано по тому же принципу, фундамент скорее всего заложен тот же, потому что и выглядит так же, и скорее всего функционал здесь такой же. Но если вы смотрите это впервые, давайте пробежимся как работать с шапкой хедера. То есть вы, по сути, можете немножко, так сказать, конструировать шапку, размещая какие-то телефоны, логотипы, меню, кнопки какие-то прямо в шапке сайта за счет вот такого вот конструктора. Когда мы открываем вкладку просто хедер, давайте сначала посмотрим в левую колонку. Есть вкладка основные, вкладка дизайн. на основных видим логотип, основная навигация, это мое меню. То есть если я кликну по логотипу, меня перебросит в настройки, у меня логотип же не загружен, идет название заголовка сайта отсюда. Давайте сразу и подгрузим свой логотип. Компьютер выбираю, загрузил логотип, выбираю здесь, выбрать, не обрезать. Вот здесь он помещается. Естественно, он тут большой и нам дают сразу возможность на разных устройствах придать ему нужный размер. Ну, скажем, я сделал 38. И для разных устройств сразу можете смотреть. У меня даже сейчас смотрится, в принципе, нормально. По поводу Off Canvas меню, вот появляется меню, сворачивается в иконку гамбургера, прячется и по клику вот наше меню выскакивает. По крестику так сворачивается. Это и есть Off Canvas панель. Итак, загрузили. Дальше, ниже опция размещения логотипа только лого, если выбираем, прячется. Ниже название сайта и описание сайта. Это настройки самого WordPress. В настройках самого WordPress это можно менять. Или выбрать лого, title и описание. Вот так вот, видите, это выглядит. И, соответственно, если это выбираем, смотрите, менять расположение. Потому что вдруг с логотипом вы хотите разместить и название, и описание сайта. Я выбираю только логотип. И дальше у нас здесь с вами есть вкладка дизайн, где можно настроить внутренние отступы. кликнув по замочку вот так вот, видите, внутренний настройки. И иконка сайта это фавиконка, которая подставляется в браузерной строке. Маленькую иконочку. Вот это здесь видно в рисунке, как это будет выглядеть. Кто не знает, конечно, еще, что это за иконка. Ее я тоже разместил. Вам ее не видно. В область экрана монитора она у меня не входит. в область экрана, который я снимаю для вас сейчас видео. Но она у меня разместилась. Я ее сейчас вижу. То есть это мы настраивали с вами логотип. По дизайну фон хедера можно, видите, сразу выбрать из глобальных или выбрать какой-то свой. Я оставлю белый. Далее, смотрите, прозрачный хедер. Можно включить прозрачный хедер и настроить разные моменты. Вот сейчас он у меня прозрачный. Я вижу только заливку по сути боди. У меня такого серого цвета, да? Отключить поиск и архивы. Отключить на страницах и другие настройки. Здесь детально я не буду останавливаться. Включить для компьютера и для телефона. Другой логотип для прозрачного хедера тоже. И дизайн. Можно тонко настроить. Липкий хедер. Вот это вот интересное. Это в бесплатной версии. Смотрите, у нас есть такие варианты, как да, только основной ряд. То есть, смотрите, вот я прокручиваю и появляется хедер. Включить закрепление при прокрутке вверх. То есть, получается, он... Вот я крутить, начинаю, наверх он появляется. Да, это очень прикольно. Включить сжатие основного ряда и высота сжатия основного ряда. Я так понимаю... У нас... У нас... Давайте я вот этот ползунок переключу. Вот эта штука, она позволяет при прокрутке... Смотрите, вот такой хедер при прокрутке, видите, становится широкий. Далеко не у всех тем такое есть даже у платных, чтобы при прокрутке уменьшалась область хедера. Вы это видите. И переключение на мобильных. Включить прилипание на мобильных. И тоже разные варианты. Причем мы здесь рассмотрели только... Да, только основной ряд. Да, верхний и основной ряд. Да, весь хедер. Да, только верхний ряд. То есть, поиграйтесь и посмотрите, какой здесь вам вариант больше понравится, придется по вкусу. Мы с вами рассмотрели дизайн там и липкий хедер, логотип. Теперь у нас основная навигация. Во-первых, выбрать меню. Область меню. Это меню мы создаем заранее на WordPress. У меня уже это выведено. Меню 1. Область для меню. Отсюда же создать можно новое меню. Она сразу перебрасывает, видите, в настройки меню. Мы на самом деле находили здесь вот хедери. Здесь расстояние между элементами. То есть, в самом меню, видите, если меню много у вас и оно делится на вторую строчку, скажем, вот так. Вы тогда можете здесь, возможно, как-то вот, конечно, не так, чтобы они слепались, но как-то подубавить размер. Растянуть также можно меню. Если растягиваем, то заполнить, отцентрировать пункты меню можно. Настройки выпадения, настройки, то есть, выпадающего меню можно настроить. Давайте посмотрим. Раскрытие выпадающего меню. То есть, вот как у нас было, FAT это уже некая анимация. FAT UP это у нас снизу. FAT DOWN немножко так сверху выезжает. Ну, не знаю, на ваше усмотрение. Ширина выпадающего меню, то есть, если пункты меню, названия длинные, можно область для них увеличить. Вертикальный отступ выпадания. Такие вот старые плашки пошире. Дизайн я бы поменял, потому что вот именно фон, цвет выпадающего меню. И просто наводите мышь начальный фон, фон при наведении. Я возьму, например, вот такой начальный или, наверное, белый из глобальных пускай. Тогда цвет выпадания меню выбирайте на белом темный вот так. и вот это вот при наведении, смотря какой цвет вы используете. У меня глобально вот есть такой некий зеленый, да, вот, наверное, это было бы правильно. Вот это у нас с вами активный пункт. Это когда на него перешли, тоже цвет можно настроить, и там такая черная линия разделительная. Ее можно просто отключить, но это надо сохраниться и посмотреть на сайте. или, если мы ее используем, то я бы, наверное, ее сделал как-то едва заметной. Здесь, опять же, не видно, надо, наверное, сохраниться и на фронтальной части сайта посмотреть. И даже можно шрифт выпадания отдельно настроить, размеры, стили, сам шрифт назначить и так далее. Тень выпадающего меню тоже можно отдельно назначить. То есть очень-очень богатые настройки. Это мы посмотрели выпадающее меню. Как я и говорил, на фронтальную часть я дошел. Видите, это разделение стала такая едва рамочка. Она и должна быть, не должна быть слишком такой вырвиглазной. Примерно так. Так, теперь обращаем внимание с вами на наши вот эти вот три ячейки, так скажем. Три полоски, три колонки. Вот это у нас есть три области, куда мы можем вставить, скажем, виджеты. При наведении на каждую видите, появляется плюсик. По плюсу нам ограничено, доступно разного рода блоки. И из них самые основные. Если магазин используем, корзину можем разместить. Сейчас это сделаем. Поиск по сайту, кнопка HTML и так далее. В разные места. То есть по центру, сюда и это. Вот сейчас я показываю именно верхняя полоса, которая будет над основной шапкой. То есть обычно туда вставляют телефоны, там социальные кнопки. средняя полоса, вы уже понимаете. У нас это то, что сейчас мы видим, шапка. Потому что мы видим здесь виджет логотипа и виджет меню. Мы уже сами смотрели, да, по шестереночке логотипа. Вот мы загружали с вами логотип. То есть отсюда тоже можно попасть. Или основное меню. Я могу сюда перейти. Во-первых, выбрать меню, расстояние. Это мы с вами уже смотрели. И менять местами. Я могу уже эти виджеты зажать левой кнопкой мыши, перемещать между колонками, во-первых. Например, разместить ее в верхней. Видите, она теперь будет помечаться в верхней части хедера. Как-то так. И есть даже нижняя еще такая третья часть хедера, куда может дополнительный быть какой-то контент. И такая получится шапка достаточно крупная, если мы все ячейки займем, так скажем, своими виджетами. И это разделяется, смотрите, ПК, настройка для компьютерной версии сайта и кнопка есть для настройки мобильной версии сайта. Здесь могут отличаться нахождение виджетов, то есть какие-то могут быть отключены, включены. И уже меняется у нас меню на Off-Canvas, именно вот так оно выглядит, мобильное меню. И появляется дополнительное, вот она Off-Canvas, куда мы тоже можем добавить каких-то дополнительных виджетов. Сейчас мы с вами до этого дойдем. Также у нас имеются шестеренки настройки у каждой вот этой полосы хедера. То есть кликнув по шестеренке, настройка верхнего, но так как у нас вверху не задано ничего, мы не увидим каких-то изменений. Давайте я нажму на шестеренку средней колонки хедера, чтобы посмотреть настройки. Они идентичны, потому что, смотрите, у нас макет стандартный, есть полный, то есть контент внутри растягивается на всю ширину, становится резиновый и блочный. И также есть, можно настроить высоту, если как-то у нас вот так вот, видите, широкая будет всегда. И это можно настроить отдельно для компьютера, для планшета, для мобилки. И выбрать величину, это пиксели, EM, RAM и другая величина. Я сброшу, не оставлю как по умолчанию. Не забывайте, что вкладка дизайн вы можете назначить цвета и другие моменты. Рамку снизу, сверху, внутренние отступы. Все это можно сделать. Соответственно, у нижней и у верхней идентичные настройки. Именно настройки самой области. Вот мы с вами их посмотрели. Теперь давайте сначала с компьютерной версии. Да, вот здесь есть кнопка скрыть. Это чисто, чтобы мы видели весь сайт. Потом можем развернуть. И это внизу у нас располагается, потому что это удобно. Мы конструируем вот в нижней части хедер сайта, хедер в верхней части. Хедер-то наверху. Если бы вот эти возможности были наверху, мы бы хедер не видели. Это бы перекрывало и нам бы это мешало. Поэтому то, что здесь оно внизу находится, это очень удобно. Если мы посмотрим вот на стартовую страницу хедера, вот эти вот моменты, кнопки, это то, что мы видим вот здесь по плюсу добавления. То есть, либо отсюда, как удобнее, либо отсюда вы сразу назначаете. Вот скажем, у нас корзина, поиск обычно идут в правой части, вот здесь вот, после меню. То есть, вы можете отсюда просто перенести вот так вот плитку. Страница обновляется, видите, появилась иконка поиска. Либо просто кликнуть здесь и добавить ее здесь. Это однотипное действие. Но раз мы поиск добавили, давайте с поиском и разбираться. Поиск можете выше положить или ниже. Ну, у нас есть три области. Кликнув по шестеренке поиска, есть свои настройки. Для данного виджета, если я напишу вот здесь вот поиск, то это будет слово подставляться рядом с иконкой. Ну, я такого делать не буду. Но даже если мы делаем, то у нас появляется момент. Смотрите, слово поиск должно выглядеть на компьютере, на планшетной версии, на мобилке не должно. Но если я перейду сейчас сюда, я не увижу поиск, потому что отдельно надо здесь его добавить. Но для планшета и для мобилки здесь нам надо поставить переключатель поиска, так называется. Тогда поиск будет на планшете и поиск будет на мобилке иконка. И вот как раз таки в настройках шестеренки вот этого переключателя смотрите, иконку отжимаю, именно слово поиск прячется на планшете видите, не заданно и на мобилке не заданно. Заданно только на компьютерной версии, то есть именно слово поиск. Но я его использовать не буду. И дальше у нас есть настройки иконка поиска. То есть просто разновидность. И возможность искать только товары или получается, я так думаю, что он будет искать и в блоге, если мы переключатель этот не будем трогать. Стиль можно настроить по умолчанию, там с границей. Здесь я подробно уже останавливаться не буду. Иконка поиска, я не вижу как бы между ними разницы. Давайте я обновлю сейчас фронтальную часть сайта. То есть смотрим вот такой симпатичный поиск на весь экран. Давайте посмотрим, как он будет искать. например, цифровой фотоаппарат. Он сразу подсвечивает. И результаты поиска. Со словом цифрового фотоаппарата он находит. А если поменяем дизайн, точнее иконку опубликовать, посмотрим, есть ли разница. Меняется только, кстати, видно, что иконка становится немножко другой. Но именно вот эта часть она у нас одна и та же. Кстати, здесь тоже видно. Вот она открывается. И получается дизайн. А раз у нас такой поиск, вы должны понимать цвет поиска. Фон модального окна хотите немножко так скажем в дизайн сделать. Там, я не знаю, темно-зеленоватый какой-нибудь. Здесь надо уже играться с настройками. Оставлю так. И можно сделать еще с границей. То есть очень четко можно настроить. Граница, видите, это вот эта граница вокруг иконки поиска. Давайте сделаем без границ. В общем, здесь надо просто уже детально копаться и смотреть настройки. Очень круто на самом деле. Такие виджеты можно настроить. С поиском здесь понятно. Переходя на планшет телефон, не забывайте его тут тоже добавить. Настройки здесь идентичны. Теперь у нас есть так скажем иконка меню, которую тоже можно настроить и поиск. Давайте сначала с компьютером разберемся именно составлением нашей шапки. Что нам еще здесь нужно? В этой ячейке по плюсу я бы добавил естественно корзина. Корзина. Захожу в шестеренку корзины. Тоже можно написать например корзина, но лучше не писать, чтобы компактно это выглядело. Показать индикатор количества можно скрыть. То есть сколько товаров в корзине лежит. Наверное лучше показывать. И иконка есть два варианта. Либо такая, либо вот такая. Ладно, я оставлю первую. Действие при клике по корзине. Стоит ссылка. Можно плавающую корзину. Тогда будет вот так вот это выскакивать. А если ссылка, тогда это просто ссылка ведущая в корзину. Вот так вот она выглядит. То есть вы видите это дизайн оформляется к всему сайту. Мы с вами ранее настраивали такую некую тень под контентной частью. Вы видите и это здесь тоже все применяется. Это очень симпатично достаточно смотрится. и еще выпадающая корзина. Давайте посмотрим. То есть это при наведении. Мне так нравится даже больше. У меня два товара в корзине лежит, естественно, поэтому я так их вижу. И по клику по корзине я уже перехожу внутрь. Также дизайн все это тонко сможете уже настроить самостоятельно. Не забываем, что здесь корзины нет. Мы здесь ее тоже отдельно добавляем для планшета и телефона. То есть она здесь теперь тоже будет. Единственное, что меню меню этот триггер он называется я поставлю наверное в самый край. Гамбургер вот этот меню мне кажется он должен быть с краю. Дальше посмотрим что здесь есть еще. Например какая-то кнопка для компьютера можно сделать. Видите вот такая кнопка. По клику по шестеренке что мы можем сделать? Текст на кнопке поменять здесь. URL например какая-то внутренняя страница открыть в новой вкладке можно сделать. Установить на ссылку NoFollow это если вы ставите внешнюю ссылку вот сюда не на свой сайт а на сторонний сайт тогда имеет смысл поставить NoFollow это это для поисков это поисковиков атрибут не следовать как сказать вот вкратце объяснить это это полезно для SEO сайта то есть исходящие ссылки нам на сайте не нужны это немножко против нашего SEO сайта работает внешние ссылки лучше закрывать вот такими атрибутами скажем так следующие переключатели установить на ссылку спонсор установить на ссылку download на самом деле включение этих опций внешне вы не увидите никаких признаков вот этих опций то есть ссылку если вешаем здесь никак это не влияет но мы можем только в коде увидеть что это назначается некий атрибут вот я сейчас на ссылку на это посмотрел NoFollow это не следует для поисковиков NoSponsored это скорее всего будут нужные какие-то моменты если это какая-то ссылка возможно которую нельзя закрывать например это продажная ссылка то есть вам человек платит за то что вы ссылку размещаете у себя может быть это как-то связано с этим честно говоря вот эти моменты я не вдавался в подробности то есть это подставляется именно атрибуты к ссылке включение вот этих вот двух моментов если для вас это просто кнопка простая ваша ссылка или это даже сторонняя ссылка которую вы сами разместили вот эти два параметра можете просто не включать далее стиль кнопки Contour то есть она у нас видите без заливки заливка естественно заливается зеленым цветом из нашей палитры которую мы ранее выбрали отображение кнопки для всех вот это вообще крутая штука такого вообще нигде не видел ни в одной теме для всех отображение именно этой кнопки это имеется ввиду для авторизованных пользователей кто залогинился на сайте и гости сайта кто не авторизовался на сайте и вы можете решить только вышедшие но здесь такой перевод немножко кривой эта кнопка будет показана не авторизованным пользователям только вот эта кнопка если переключим будет показывать только авторизованным пользователям сайта эта кнопка то есть гостям не будет она показана она будет скрыта или для всех то есть это очень крутая штука многим может показаться достаточно полезным функционалом не забывайте про дизайн Кнопку можно больше, то есть у каждого, конечно, здесь отличаются какие-то моменты по дизайну Здесь надо уже смотреть Потом, для планшета кнопки нет, отдельно ее надо здесь добавлять Если она там, конечно, нужна Давайте в верхнюю плашку мы с вами поместим соцкнопки Вот так вот вверху они отображаются Сразу же можем зайти в шестеренку Отображаются три кнопки Сразу можете, которые не нужны, remove, удалить Показывается две Или просто отредактировав Во-первых, размер иконки Иконки могут быть разные Названия по-русски в Facebook написать можно при наведении Тогда тоже, видите, подсвечивается Facebook Будет по-русски Укажите в соцсети, где вы есть Или даже загрузить свою иконку можно Add image Instagram также Переключатель, показатель или лык на кнопки То есть сразу с названиями ваши кнопки будут отображаться По кнопке Add вы добавляете из представленных кнопки И вот смотрите, здесь есть такой момент То, что мы с вами ранее проходили уже, где мы можем вставлять ссылки Но здесь, наверное, немножко неудобно сделано Потому что все же Здесь надо было дать возможность указывать ссылки Потому что если мы сейчас сохранимся Вы видели, ссылку здесь указать негде На профиль Facebook И что происходит Если я сейчас по Facebook нажму То ссылки нету А мы с вами ранее, как я сказал уже, проходили Где размещать ссылки Поэтому здесь надо те кнопки соц поместить Где вы ранее в настройках темы установили социальные ссылки Для своих этих профилей Я помню, что я устанавливал для YouTube То есть смотрите, на YouTube кликаю YouTube открывается Я напоминаю Вам нужно пройти в основные ссылки на соцсети Вот YouTube я ссылку проставил То есть вы здесь сначала ссылки проставляете А на сайт уже выводите вот этим виджетом И именно те соц кнопки Где вы уже указали свои ссылки Ну и тут по дизайну, думаю, тоже разберетесь И здесь у нас соц кнопки не выводятся Их, если надо вводить, отдельно Здесь добавляете А дальше посмотрим Вот сюда вот В левую часть, верхнюю HTML нам пригодится для того, чтобы Добавить туда свой телефон Сюда вставляем телефон, да, например Чтобы телефон показывался здесь И также по дизайну Например, шрифт телефона Я бы сделал поменьше Для этого Кликну вот сюда Size И сделаю Например, размер 14 для компьютера Помните, что здесь телефон не показывается Здесь надо добавить отдельно HTML С вашим телефоном Ну и у вас остается дополнительная Навигация Это на самом деле Меню Еще одно меню Которое можно здесь выбрать Но предварительно нужно меню создать В самом WordPress Если это какое-то еще одно меню Наверху или внизу Основной шапки Обратите внимание Меня перебросило именно в меню Мне нужно вернуться в хедер И помните, что здесь меню не выводится Надо отдельно его здесь выводить Меню я вводить не буду Мы рассмотрели самые базовые Стандартные В бесплатной версии Вот эти вот аддончики Здесь Не забывайте По поводу мобильного меню Давайте все же пройдемся Смотрите Именно вот эта часть Off Canvas Не забудьте, что здесь есть боковая панель Вот эта бак панель Ее можно назначить полной Вот вы видите, как она меняется Либо слева, либо справа Она выскакивает Выравнивание содержимого меню Дальше вертикальное Такое выравнивание Дизайн Можно настроить Там вот фон всплывающего Вот она, видите, у нас теперь зеленая стала По цвету нашего дизайна По шестеренке Самого мобильного меню Меню Во-первых, может отличаться Выбрать здесь От компьютерного меню Как я уже говорил Вертикальный Интервал элементов Это вот эта вот часть Свернуть элементы под меню Чтобы они были Вот сейчас у меня все время развернуты И по дизайну Можно настроить И получается Вот такое меню Теперь, если мы кликнем по шестеренке Именно триггер Вот здесь вот На самом деле Это Не забудьте, что это настройка Гамбургера Мобильного меню Можно Менять ему дизайн Например, вот такие три точки То есть это просто внешний вид То есть если я с компьютерной версии зайду Вот так сейчас у меня это выглядит Не забудьте, что у вас есть здесь тоже плюсик И вы здесь прямо в мобильное меню Можете добавить Кнопку То есть смотрите Видите, выше у меня теперь кнопка Она правда тоже зеленая И другие элементы HTML Или соц кнопки HTML уже не добавим Потому что мы уже это используем Вот социальные кнопки я вывел И это То есть и для мобилки И для планшета Вот так вот это можно оформить Настройки, думаю, здесь вам понятно Переходим дальше Настройки футера Здесь у нас тоже конструктор Футер это самая нижняя часть сайта Он очень похож на конструктор шапки Но немножко отличается И мы сейчас тоже с вами пробежимся Во-первых, нам нужно в виджеты заполнить контент Чтобы мы понимали Какой контент туда выводить Пока что здесь у нас добавлены только копирайты Видите, внизу плитка То есть по клику по шестеренке Здесь идут Некие шорт-коды То есть это значок копирайтов Это год То есть как вот здесь у нас это видно Видите Значок копирайтов Год Это идет тайтл сайта Если вы не хотите выводить То есть тайтл Если вы забьете У меня WordPress Здесь и выводится Если тайтл не хотите выводить Сайта Можете просто убрать эту переменную отсюда Видите, она здесь тоже скрывается А вот это точно мы убираем Это ссылка на производителя темы Нам она здесь нужна Или можете просто здесь написать Я написал свой тайтл Школа Федора Васильева Просто текстом в эту область И он здесь у меня помечается Здесь по центру Выравнивание содержимого Можно видите Лево-право Вот эта вещь у нас пока здесь не работает Выравнивание Вертикальное выравнивание Пока что это не видно Ну и дизайн Отдельно можно настроить шрифт Сделать там потоньше, например Поменьше буковки Чтобы этот текст не был таким Скажем, крупным Я сделаю там 15 Или вот так Сохраним И здесь у вас получается Есть возможность Также кликнуть на Вот эту вот полосу Скажем, футера И добавить Навигация в футер Соцкнопки те же самые И виджеты добавить Но виджеты пустуют у нас По крайней мере у меня Нужно туда добавить контент И уже здесь назначить Есть только соцкнопки То есть видите, рядом это выводится Или соцкнопки можно Переместить в другую ячейку То есть вот так это получится Это те же самые соцкнопки Которые мы с вами делали Здесь у нас с вами получается Смотрите, есть такая настройка Вот я кликаю сюда Немножко отличается от футера Колонки Например, колонка одна И у меня слетают Эти кнопки Смотрите, я еще раз добавлю их Вот, чтобы показать Видите, по центру Например, я хочу делать в футер Только одну колонку И добавить вот здесь вот соцкнопки Конечно, я могу сюда добавить Еще навигацию В какое-то второе меню Сделать это тоже, видите Растянутый, там Большой Направление колонки Ряд колонка То есть интервалы Все это можно настроить отдельно Я не буду выводить сейчас Навигацию футера Например, вот так вот это оставлю Единственное, что для Копирайтов я зайду в шестеренку И вот эти вот ползунки Отступы сверху Отступ снизу убрал, чтобы Меньше места занимал Вот этот значок копирайта Давайте посмотрим на фронтальную часть сайта Как это выглядит Вот То есть в самом низу я хотел расположить Чтобы меньше было отступов И вот они, соцкнопки Я возвращаюсь в панель виджетов Чтобы, скажем, закрепить информацию О нижней части сайта О футере Здесь вот видите, у нас есть футер Пустые блоки Мы сначала назначаем сюда Контент Пускай здесь будет Календарь Футер 2 Давайте посмотрим, что еще туда Можем разместить Например, рубрики Рубрики это Блоговые Эти вот категории Например, кину отображение отзывов Но здесь надо, конечно же, настраивать Потому что, чтобы они тут все не вылазили Иначе шапка Иначе подвал будет растянутый Например, вот здесь вот я выберу Показывать один отзыв Вскрыл некоторые элементы Чтобы вот так вот, смотрите Это было здесь И давайте Пускай внизу будет 2 Этого будет достаточно Чтобы вам У вас было понимание То есть, как взаимодействовать Да, с этими виджетами Я добавил только 2 Поэтому здесь в шестеренке Я сделал Отображать только 2 колонки Появляется вот у меня 2 плюса Здесь я выбираю виджет 1 Где я только что добавил Календарь А здесь я выбираю Виджет 2 Где у меня отзывы Сохранить На сайте Вот, видите Разбыл на 2 колонки Один отзыв я сделал, чтобы выводился Загрузить больше Загружаются другие отзывы Но это я к примеру вам показать Естественно, здесь в футере Когда в виджет вы добавили Вы отсюда можете редактировать Например, отзывы Отсюда назначать там выравнивание Вы видите, что происходит И отсюда Добавлять Например, другие виджеты Не переходя в настройки Самих виджетов То есть, вот я в 3 перешел Видите, пусто здесь В футере 3 Отсюда вот я вызываю Панель с виджетами И отсюда работаю с виджетами Но мне здесь работать Отсюда неудобно Поэтому Работаю я Именно Вот отсюда с виджетами Думаю, здесь понятно С футером мы с вами разобрались Чтобы посмотреть Как это смотрится на мобилке Это, конечно, надо здесь уже смотреть С фармотальной части сайта Но я убрал лишний виджет Оставил только вот соцкнопки Дальше Макет страницы Это настройки для всех По сути страниц И настройки эти Как я понимаю Глобальные Вот я нахожусь на главной странице У нас есть главное слово Давайте я перейду на магазин Есть магазин Вот эти моменты Они похожи Давайте еще акции Другая страница Вот акции Смотрите Заголовок Если скрываю Скрывается вот эта вся плашка С заголовком Если она вам не нужна Вы для всех страниц Здесь это скрываете Да, для магазина Кстати, остается Для главной скрылась Для акции скрылась Для простых страниц Скрывается Магазин у нас Видимо Настраиваться будет отдельно Как купить Эта простая страница Скрылась Если все же показываем Опции у нас Не рассмотрены Над содержимым Изначально Вы видите Плитка зажата Выбираю Вот этот вариант Главное Будет В контентной части Это будет Хорошо видно Там, где у нас Есть текст Вот здесь Например Есть текст Вот видите Где Если я переключусь Он обратно Будет выше Соответственно Опции ниже Меняются В зависимости от того Что вы выберете Если у нас Вот этот вариант То у нас Может быть Тоже полный Блочный Вот эта серая часть Видите Она как бы Не растягивается больше Выравнивание Тоже Этого текста Может быть По разному Назначено Минимальная высота Контейнера То есть Вот эта часть Она может быть Просто такой Узкой полоской Зачем делать Такой широкой На ваше усмотрение Для разных устройств Это можно сделать Элементы Назначения То есть У нас Title Это и есть заголовок Можно его просто скрыть А саму плашку Оставить У нас Здесь Брэд Крамс То есть Это хлебные крошки Они у меня Не заданы Пока не выводятся А так же Тоже их можно Здесь скрыть Показать Но у нас Это скрыто Давайте посмотрим Да Они выводятся То есть Хлебные крошки У нас все же есть Давайте посмотрим Как выглядит Страница блога То есть Для блога У нас тут Этого нет Читать дальше С хлебными крошками Здесь надо конечно Будет разбираться Просто не совсем понятно Есть ли они В самой теме Обычно я использую YouWast SEO плагин Для хлебных крошек И выключу У нас глазиком Meta Автор То есть Вот эти вещи Эти показывать И можно местами Их менять Еще смотрите Здесь еще есть Переключатель Показывает Заголовок поста По-английски написано В хлебных крошках Можно заголовок поста Не показывать Но здесь Это не видно Это нужно Где-то в статью Провалиться Чтобы это увидеть Meta Тоже Имеет свои настройки То есть У нас там Разделение Идет автор Создание Страницы И дата Разделение Тоже Может разделяться Разными элементами Show автор То есть Показать автора Его здесь Можно скрыть Оставить только дату Вы это видите Show автор Image То есть Видите Я свою фотографию Вывел С фотографии Тут такая история На тот аккаунт На который Зарегистрированы У меня данные Этого демо сайта То есть Почта Которая используется На этом сайте К почте Привязан сервис Gravatar А к этому Gravatar Это сторонний сервис Там есть свои настройки Там можно загрузить Свою аватарку Изображение Оно будет подтягиваться К email И везде Где вы будете Оставлять email На разных Даже сайтах На других Если там подтягивается И аватарка Gravatar Всегда будет Подставляться Ваше фото То есть Это не откуда-то фото Это реально К email Подвязано Через сервис Gravatar Мое изображение Автор Лейбл Даже можно написать Какой-то текст Добавить Видите слово Демо Подставляется К моему имени Федор Show data Скрыто Можно поставить Еще Data label То есть Я подставил 44 Дополнительный текст Это может быть Просто текст Именно К дате Вот видите Я написал Я такого Нигде вообще Не видел Чтобы были Такие настройки Можно добавить Еще дополнительные Даты Поставить Показывать Комментарии Но я Такого Отображать Здесь не буду Скрываю Макет Страница По умолчанию Идет у нас Обычный Узкий Вот эта часть Макета Где контент Просто страница Акции у меня Пустует Вот например Гарантия Видите вот эта часть Получается это Для всех Вот этих страниц Вот видите Она узкая Но не для магазина Для магазина У нас отдельная Настройка В e-commerce Будет Поэтому мы смотрим Пока просто Страница Дальше Вот здесь Хорошо будет видно Полное Шириновить Как растягивается С текстом Макет Дальше Для всех страниц Выбираем С сайтбаром То что мы с вами Рассматривали Слева Или справа Для всех страниц Давайте все-таки На главную Перейдем Убедимся Что да Сайтбар Показывается И это у нас Не для блога Для блога Блог у нас Отдельно Настраивается Как и магазин Учтите Это настройки Только для Базовых страниц Для всех страниц Вордпресс Также глобально Ниже настройки Сайтбар Какой выводим Первый Второй Стиль содержимого Блочный Свободный Вы видите Что происходит Внутренний Особ содержимого По вертикали Включить Отключить Ну вы видите Что происходит Отключаются Такие вот Отступы Моменты Только сверху Только снизу Показывать Сопутствующие Изображения Но опять же Здесь Надо разбираться Что за Изображение Внизу Справа У нас пока Сопутствующих Не задано Поэтому Это сейчас Настройку Посмотреть Не можем Показать Комментарии Если комментарии На странице Есть Они конечно Будут показаны Дальше Дизайн Не забывайте Отдельно Настроить Можно Здесь Макет Страницы Мы с вами Посмотрели Макет Страниц Прошли Дальше Смотрите Записи Блога Вот как раз Таки Сейчас Как я и говорил Отдельно Отдельно Если Блог Ведете На сайте Тогда Эти настройки Вам надо Тоже Рассмотреть Макет Одиночной Записи Сразу Надо провалиться В любую Запись В полную Статью Чтобы Мы Видели У меня К сожалению Текст не Добавлен Заходим Показывать Название Записи Смотрите Прячем Основной Заголовок Прячется Такой Конечно Лучше Не скрывать Я считаю Дальше Макет Тоже Можно Выбрать Отображение У нас Сверху Эта Шапка Появляется То есть Без Нее И С ней И Также Выбрать Растягивать По Всей Ширине Вертикальное Выравнивание Это уже Вот этот Основной Заголовок Записи Где Выравниваться И все Содержимое Название Рубрики И так далее Оставлю По центру Дальше Тоже Отображение Или хлебных Крошек У нас Просто Скрыто Для блога У нас Все же Есть хлебные Крошки Встроенные В тему Вот они Включаются То есть Если Не хотите Сторонние Плагины Не любите Или там Нагружать Плагинами И сторонние SEO Плагинами Использовать Не будете То хлебные Крошки Здесь Есть Вот мы Включили Ну и Также Дальше Здесь Все Настраивается Аналогично Title Meta Выводить Краткое Описание В полной Статье Вот я Вывел Дальше Шаблон Записи По умолчанию Тоже Различные Есть Варианты Вот такая Вот широкая Например То есть На самом деле Это так Все здорово Здесь Так Все круто Что Какой-то Мой следующий Проект На WordPress Скорее всего Он будет Наверное На этой теме Потому что Это просто Круто Вот если Вы меня Спросите Тема Очень похожа По настройкам С темой Астра Я сравниваю Именно Бесплатные Темы Что бы я Выбрал Для своего Сайта Я бы Выбрал Именно Cadence Потому что У нее Все же Больше Возможностей Намного Больше Чем у Бесплатной Астра Дальше Тоже Выводить Сайтбар Я Видите Сделал Без Сайтбара Но Если Сайтбар Выводим Слева Справа Стиль Содержимого То есть Это может Быть Вот так Дальше Внутренний Отступ Прилипает К шапке Видите То есть Выберите Вариант Показать Отступ Изображений Я Скрываю Этот момент Вообще У меня Прячется Изображение Это Вступительное Изображение Я спрятал Может быть Оно Здесь И не Нужно Показывать Метки Записи Настроить Уже Без Меня Понятное Дело Отображать Область Подвала В Блочном Режиме У нас Отключено Показывать Навигацию Записей Это Назад Вперед Стрелки Давайте Посмотрим Это На самом Деле Полезная Фича Вот Я Спрятал Чтобы Человек Мог Вперед Назад Сразу Быстро Перейти К другой Записи Показать Похожие Записи Это Вот Это У нас Блок Колонки Похожих Записей Тоже Можете Выбрать Тоже Я бы Такое Не Отключал Потому Что Это Полезно Отображать Сразу Другие Записи Смотрите Даже Слайдер Слайдер Похожих Записей Здесь У нас Есть Несконечная Прокрутка Похожих Записей То есть Это Даже Может Быть Давайте Посмотрим Сделаем Вот Так Появляются Стрелки И Это Даже Слайдер Показатели Комментарий Для всех Записей Можно Вообще Скрыть Если Не Хотите Чтобы Была Возможность У людей Комментировать Вот Так Мы С вами Рассмотрели Про Дизайн Не Забывайте Здесь Можно Настроить А Теперь Макет Архива Это У нас Список Анонсов То есть Это Неразвернутый Пост Нам Нужно Чтобы Увидеть Эти Настройки Перейти Именно В блок Вот Сюда И Здесь Тоже Смотрите Показать Название Вот Прячется Верхнее Название Страницы Если Оставляем Так же Это Может быть В содержимом Либо Вот так И Тоже Сделать Это Блочно На всю Ширину С краю Названия По центру Минимальная Тоже Высота Сделать Там Поуже Этот Блочок Например И Тоже Хлебные Крошки Я рекомендую Здесь Включить Хотя Здесь Наверное Они Не нужны Надо Внутри Поста Чтобы Они Были Также Макет Архива Узкий Обычный Посмотрим То есть Ну это Надо Смотреть Колонки Там Как это Будет По колонкам Сделать Полный Вот так Вот Если Делаем То И с Сайдбаром Здесь Я бы Наверное Сделал Сайдбаром Все Таки Количество Колонок Сейчас Посмотрим Вот это Внизу Сразу мне хочется Сюда Перейти Потому что Здесь В три Как-то Не очень А лучше Наверное По одной Делать Вот так Чтобы Вводил С друг За другом Тут Уже Чисто На ваше Усмотрение Или Вот Такой Вот Блок Чтобы Текст Был Сбоку Я Немножко Ниже Спустился Здесь Опять же Надо Уже Смотреть На фоне Этих Настроек Как Будет Лучше Смотреться Дальше Блочный Свободный Оставляю Блочный Колонки Я уже Выбрал Расположение Контента Дальше Выравнивание Содержимого По вертикали Вот это На английском Это Наверное Будет Видно Если У нас Выбрано Другое Отображение Ну ладно Ниже Важные Опции Смотрите Можно Вообще Скрыть Это Вот Раскрываем Вмещение Всех Изображений В анонсы Статей Именно Как Картинка Будет Вмещаться Она Может Растягиваться Внутри Скажем Так Каркаса Есть Такой Некий Приключатель И Выбирать Фул Изображение Там Обрезанные Миниатюры Вордпреж Создает У нас Сразу Несколько Картиных Сам Когда Мы Загружаем Изображение Здесь Надо Поиграться Конечно С Опциями Дальше Категории Тоже У нас Там Есть Точка Разделения Различные Опции Можно Выставить Которые Здесь В анонсе У нас Показываются Тайтл Можно Вообще Скрыть Мета Тоже Есть Настройки Мета Тоже Можно Мета Скрыть Давайте Посмотрим Скрывается Автор И Дата Публикации Статьи На Ваше Усмотрение Дальше Вот эта У нас Область Это Скрывание Анонса Текста Если Надо Скрыть И Настройки Тоже Есть Я так Понимаю Это Ограничение На Количество Символов Дальше Redmo Это Ссылка Читать Дальше Можем Скрыть Потому что По заголовку По изображению Человек Может Провалиться В полную Статью Но Если Хотите Показывать Можно Даже Поменять Текст Вместо Читать Далее Смотреть Любое Другое Слово Сразу Везде Помечается Смотреть Или Читать Или Видео Если У вас Видео Сайт Не Забывайте Про Вкладку Дизайн Что Вы Можете Именно Для Блога Видите Фон Содержимого Здесь Назначить Или Фон Здесь Как-то Поменять Здесь Мы С вами Рассмотрели Следующее У нас С вами Это Результаты Поиска Настройки Страницы Результаты Поиска Мы Можем Настроить Отдельно Например Тоже Скрыть Заголовок Результаты Поиска Но На Фронтальной Части Сайта Вот Я Через Поиск Видите Это у меня Результат То что Поиск Нашел Совпадение Вот Это Слово Результаты Поиска Можно Скрыть Вот Этим Моментом Здесь Я подробно Останавливаться Не буду Просто По аналогии Как Блог Настраивали Тоже Решайте Что Отображать Как Отображать Сайдбаром Без Сайдбара По центру Не по центру Просто Настраивайте Это Именно Страница Результаты Поиска То есть Когда Человек Вот здесь Вбил Нажал Вот она Страница Результаты Поиска Ее Мы Настраиваем Я Движусь Дальше Здесь На самом Деле Вообще Не знаю Откуда Взялся Этот Перевод Вот Это Слово Но Это На самом Деле Настройка Иконки Фавиконки Которую Мы с вами Ранее Настроили Если Мы Отсюда Нажмем Ее Настроить Нас Перебросит В Хедер Обратите Внимание Путь Там Где Мы Настраивали Уже Это Наш Хедер Шапка Сайта Вот Здесь Это Отдельно Настроить Но Это Штатная На самом Деле Настройка Для Всех Тем Она Так Выглядит Здесь Просто Что-то С Переводом Меню Это Тоже Штатные Настройки Вордпресс Настройка Меню Здесь Поэтому Сказать Особо Нечего Все Штатные Виджет Это Тоже Это Наш Сайт Бар Тоже Штатная Опция Настройки Главной Страницы Тоже Штатные Настройки В самом Вордпресс Вы можете Решить Что Будет Домашняя Страница Главная Страница Страница Записей Выводится Здесь Это Все Настраивается Отдельно В самом Вордпресс Поэтому Это Штатные Опции Поэтому Мы С вами Сразу Движемся Дальше Настройки Вокоммерс Здесь Уведомление Магазина Это Типа Демо Сайт Если Такое Выводите Причем Здесь Может быть Любой Текст Внизу Смотрите Выводится С кнопкой Закрыть Такая Плашка И Вы Можете Сделать Над Тогда Это Будет Помечаться Над Самым Верхним Сайтом Убрать Кнопку Закрыть Чтобы Не Было Возможность Это Закрыть И Сверху Перед То То есть Это Получается Перекрытие Видите Такая Плашка Дизайн Отдельно Можно Тоже Настроить Дальше Каталог Товаров Как я И говорил Что Магазин Настраивают У нас Отдельно Блок Отдельно Мы Настроили Отдельно Страница Ворпресс Отдельно Магазин Настраивается Именно Здесь Вот Слово Верхнее Тайтл Мы Скрыли И Также Вы Здесь Решаете Это Будет Внутри Снаружи Блочный Полный Все То же Самое Аналогично Так же Настраивается Как и мы Настраивали Только что С вами Сейчас Страница И блок Ширина Контейнера Вот 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 Высота Этого Контейнера Тоже Меняем Цвет Для нее Конечно Вы Здесь Поменяете Вы Должны Уже Понимать Вкладка Дизайн У нас Отдельно Назначено Тоже Название Магазина Слева Справа Выводители Хлебной Крошки Здесь Тоже Наверное Я бы Здесь Не Стал Вводить А внутри Товара Нужно Выводить Здесь Тоже Макет Архива Товаров Решайте Сайдбар Потому Что Здесь Будет У нас Сайдбар 2 Например А во Втором Сайдбар Это Тот Который Только Для Магазина Здесь Вы Введите Фильтр Для Магазина То Есть Отсортировать По Цене Убывания Возрастания Отсортировать По Фильтрам Различным Товара Здесь Обычно Это Выводится Поэтому Здесь Я бы Вот Так Сделал Но Тут Надо Настроить Товары Сейчас Это Смотрится Некрасиво Стиль Содержимого Показывает Подсчет Результатов В архиве У вас Здесь Еще Есть Вот Такой Макет Отображения Не забывайте Например Вот Эту Сортировку Многие Не любят Выводить У вас Это Скрывается Спокойно Здесь В теме И Вот Эти Кнопки Тоже Скрываются Если Они Не Нужны Этим Переключателем Вот Они Здесь Выводиться Не Будут Следующая У вас Стоит По умолчанию Нет Фэт Это Проявление Название Анимации Смотрите Следующее Изображение Если Добавлено В галерею К товару То они Будут Вот Показаны Видите Как у меня Сейчас При наведении Дальше Можно Выбрать Эффект Сдвига То есть Это Вот так Вообще Круто Смотрится Дальше Масштаб Посмотрим Что Здесь Есть Это Увеличение Просто Картинки Мне Пока Больше Нравится Сдвиг И Вот так Вот Это Есть Но Не знаю На мой взгляд Самое Интересное Это Сдвиг При наведении Кнопка В корзину Внизу Появляется Смотрите Можно Сделать Чтобы Отображалась Всегда Но Лучше Чтобы С эффектом Компактней Сможется На мой взгляд Стиль Кнопки Текст Со ссылкой Или Кнопка Обязательно Кнопка Обязательно Прямо Вот Чтобы Вот так Было Теперь У нас Видите Это В бесплатной Теме Еще раз Подчеркну У нас Вот так Вот Все Работает Цвет Кнопки В дизайн То Что Мы Выбрали С вами Ранее Акцент Цвета Выравнивание Кнопки Внизу То есть Она Будет Можно Сказать Выравниваться Так Знаете По нижней Границе Я бы Наверное Так И оставил А ниже Уже Вот эти Настройки Это Уже Идут Штатные Настройки Которые Присущи Любому Шаблону Если Вы Настраиваете В Укомерс То есть Сейчас Я Вывел Отображение Сначала Категорий Надо Провалиться В категорию Вот Написано Кэнона И там В нем Четыре Товара Например Здесь Вы Уже Решаете Или Показать И то И другое Здесь Я не буду Уже Останавливаться Но Это Просто Штатные Настройки Самой Темы Любой Теме А эти Настройки Идентичны Единственное Что Товары В строке Здесь Надо Смотреть На сколько Вы делаете Ширину Сайтбара Ширину Страницы Наверное Я бы Сделал По три Товара В ряд И потом У нас Постраничная Навигация И очень Важная Опция Внизу Для Мобилки У нас Показано В одну Колонку Но Некоторые Любят Чтобы Показывалось В две Вот так На ваше Усмотрение Движемся С вами Дальше Дальше Макет Страницы Товара Чтобы Настройки Увидеть Проваливаемся В товар Потому Что Это Настройка Для Всех Именно Вот Этих Страниц Товаров Где Уже Кнопка Корзина Где Галерейка У нас С вами Вот Это Вот Детали Заказа Точнее Детали Отзывы И Описание Здесь Макет Над Содержимым Есть Дополнительная Настройка То Вот Эта Часть Видите Категория Sony У нас Показывается Вот Выше Ничего Сделать Можно Либо Хлебные Крошки Хлебные Крошки Конечно Вот Здесь Мы Обязательно Выводим Здесь Они Нужны Макет Товара Разные Есть Варианты Давайте Просто Посмотрим На них То Вот Так Достаточно Компактно Вот Этот Вариант Это Вот Такой Вот Вариант Но Здесь Надо Играть С Отступами Потому Что Хлебные Крошки У меня Прячутся Где-то За Шапкой Под Шапкой Здесь Еще есть Два Варианта С Сайдбаром Но Для Товаров Мне кажется Здесь Сайдбар Вводить Конечно Не Особо Такое Я Верну Первый Вариант Если Сайдбар Все же Выводите Ниже Решайте Откуда Выводим Сайдбар Первый Или Второй Стиль Содержимого Смотрим Здесь Вот Такой Вариант Обрамляется Такой В белой Подложке Скажем Так А здесь Вот так У нас Как вам Больше Нравится Так Или Вот так Дальше Внутренний Отступ У нас Без отступа С отступом Только Сверху Снизу Отступа Практически Нет Только Снизу Но Слишком Будет Так Друг на Друга Блоки На Я Поэтому Включу Все-таки Они Же Уже Такие Достаточно Богат Отступы И Глазик Скрыт Например У нас Скрыта Категория Sony Выводится Здесь Ну Наверное Я бы Все-таки Вывел Title У нас Показывается Это Заголовок Можно Скрыть Но Наверное Не скрывать Лучше Рейтинг Это то Что Звездами У нас Он у нас Выводится Это у нас Здесь По идее Дальше Price Это цена То есть Можно просто Тупо Скрыть цену Здесь Прямо В шаблоне Но здесь Есть Настройки Показать Дополнительный Текст Для всех Товаров Если Переключатель Включаем Вот здесь Пишем Текст К цене Будет подписан Видите Дополнительный Текст Ну Прикольная Такая Тема Дальше Краткое Описание Скрыть Показать И для него Настройки у меня пока здесь нет Не вижу Но его можно скрыть Это Вступительное Описание Показать Вот это По-английски Кнопку Добавить В корзину Мы Ее Вообще Можем Скрыть Если Мы Ее Показываем То Здесь Есть Дополнительные Настройки Но Это На самом Деле Размеры Просто Кнопки Normal Такая Здоровая И Третий Вариант Совсем Большая Кнопка Ну Не знаю Для Демо Сайта Здесь Сейчас Я Оставлю Такой Большой Ладно Вот это Крутая Штука Которую Вы Далеко Не У Всех Увидите Смотрите Выводить Дополнительно Какие-то Сведения Это Будет Везде Повторяться Автоматически Добавляться К каждому Товару Учтите Здесь У нас Вот этот Текст Тайтл Бесплатная Доставка Для Заказа Вот Вы Меняете На Свой Здесь Удовольствие Гарантированно Это Просто Текст Ниже Выбор Иконки Всего Пять Вариантов Вот Видите Иконка Меняется Свою Загрузить Видимо Нельзя Дальше Ниже Текст Вот он Беспроблемный Возврат Меняем Иконку Меняем Это Уникальная Опция Для Этой Темы Для Других Такого Я не Видел И Есть Еще Варианты Добавить Несколько Можно Здесь Крутая Штука Советую Использовать Включение Вот Такой Вот Штуки Гарантировано Безопасное Оформление То есть Какие платежи Вы Применя Принимаете С сайта Ко всем товарам Включая Глазик Добавляете И ниже Вот Здесь Вот Вы можете Решить Во-первых Текст Поменять На свой Вот это Гарантированно Изменить Дальше Поменять Дизайн Кнопкам И Внизу Переключаете Какие платежи Принимаете Страйп Виза То есть Дополнительные Можно добавить Либо отключить Которые Вы не принимаете PayPal Например Скрою Вот так И внизу Есть Еще Варианты Самые Распространенные Например Вот так Вот Оставили Очень Крутая Штука Уникальная Опция Для Данной Темы Продукт Мета Мета Данные Можно Скрыть И Кнопки Шар Кнопки Шаринга Скорее Всего Дальше Использовать Плюс Минус Для Количества Давайте Посмотрим Появляются Вот такие Удобные Плюсики Минусики Количество Товаров Положить Корзину Тоже Прикольная Тема Отображение Вариаций Товаров Горизонтально Горизонтально Вертикально Расположение Вкладок Описание Детали Отзывы По центру Обычно Отображатели Стандартные Заголовки Содержимым Вкладок Особо Я не вижу Каких-то Изменений Показать Вес Размер Дополнительной Вкладки Мы с вами У меня здесь Это не Оформлено Показать Похожие Товары Вот они Можно скрыть Чтобы не показывались И колонки Похожих Товаров Тоже можно Здесь управлять Крутые Возможности Вот этих Всех Моментов Здесь Дизайн Не забудьте Отдельно Можно для Этих Страниц Назначить Далее Изображение Товаров Ну это Штатные Настройки Всех Тем Понятно Здесь Соотношение Можно настроить Оформление Заказа Давайте Взглянем Ну тоже Это штатные Опции Для вот Этой Вот Страницы Здесь Для этой Страницы Сайтбара Отключить Надо Здесь Не нужен Это Можно Сделать В настройках С самой Страницы Здесь Обычно Много Полей Идут И вообще Вот это Тонко Настроить Чтобы Нужно Дополнительный Плагин Ставить Чтобы Решать И Привязать Соответствующие Поля К способам Оплаты Если вам Такое Надо Реализовать Это Надо Смотреть Плагин Отдельный А так Изначально Здесь Название Компании Поле Никакой Компании У вас Скорее всего Никто Не будет Вводить Такие Поля Вообще Здесь Не нужны Вот Некоторые Поля Здесь Конечно Можно Скрыть Но Это Штатные На самом Дель Настройки Для Любой Темы Дополнительный Адрес Тоже Можно Скрыть Телефон Оставляем Политика Текст Который Будет Меняться Вот Здесь Вот Если У вас Он Другой Поменяете И Это Шорт Код На Ссылку Политика Конфиденциальности Это Внутренняя Страница WordPress Где Вы Можете Текст Политики Поменять Дальше Макет Аккаунта Страницу В В Коммерс Вот Я Вывел Видите Нет Аватара Здесь Это Человек Где Может Видеть Свои Покупки Загрузки Там И так Далее Если С Аватаром Человек Авторизованный Вот Он Будет Видеть Аватар Дальше Расположение Навигации Лево Право Обычно Мне кажется Слева Или Над Давайте Посмотрим Вот Меню Все Переключается Здесь Или Над Давайте Тоже Взглянем Ну Вот Так Честно Горя Не Очень Возьму Лево Рассмотрели Вкладку WooCommerce Здесь Остаются Дополнительные Стили Куда Вы Можете Прописать Свой CSS Класс Нужно Разбираться В этом И Это Тоже Штатные Настройки Любой Темы И Здесь Остается Удивительно Что Здесь Есть Импорт Экспорт Обычно Все Прибегают Говорят Установи Сторонний Плагин Тут Есть Встроено То Вы Можете Создать Сайт Настрой Дизайн Уникальный Свой И Вдруг Вы Будете Делать Какой Экспорт Сделать Нажмите На кнопку Ниже Чтобы Экспортировать Настройки Этой Темы И На Другом Втором Третьем Сайте Зайти В Настройки Этой Темы Cadence И Уже Выбрать Импорт И Импортировать Готовые Настройки Для Для Того Чтобы Ускорить Процесс Скажем Вы Возьмете Дизайн Настройки Сайта Своего Первого За Основу Второй Сайт Возможно Будет Отличаться Но Общее Понимание Основок Фундамент У вас Должен Быть Как У Первого Сайта Тогда Да Вот Эти Опции Для Вас Будут Полезны Мы С вами Закончили И Рассмотрели Большую Часть Настройок Cadence Я думаю У вас К этому Моменту Уже Есть Понимание О Возможностях Данной Темы На что Она Способна Насколько Она Хороша Вам Но в заключение Хочется еще Вот что сказать Чтобы вы Помнили И понимали Если вдруг Вам не хватает Функционала Вы можете Просто перейти В репозиторию Плагин И добавить Новый В поле Поиска Написать Cadence И увидеть Бесплатные Дополнительные Аддоны Именно От тех же Разработчиков Направлен На расширение То есть Это бесплатно Тоже Видите Gutenberg Вот он Block Be Cadence Blocks Здесь Можете Нажать Детали И Посмотреть На русском языке Пользовательские Блоки Включены Макет Строк Форма Конечно Это все Надо отдельно Смотреть Но уже Из названий Аккордеон Вы должны Понимать Что через Gutenberg В какие-то Там Страницы Еще Куда-то Вы можете Вставить Эти блоки И давайте На примере Несколько Блоков Рассмотрим Данный Плагин Расширяющий Функционал Cadence Здесь Еще Можно Обратить Внимание Что есть Какой Некий Cadence Вукоммерс Эмейл Скорее всего Настройка Дизайна И текста Стандартного Шаблона Вукоммерса Здесь написано Стартовый Темплейт Cadence Cadence Вукоммерс Элементар Но мы Посмотрим На вот этот Gutenberg Блокс Если мы Сейчас С вами Посмотрим Ну давайте Я установлю Плагин Этот Если мы Сейчас Перейдем В плагины То Condence Start Темплейт Мы с вами Ставили Вот Помните В начале Этого Разбора Этой Темы Когда Изначально Я хотел Сначала Поставить Готовый Шаблон И на нем Работать Вот он У нас Стоит То что Мы в Репозитории Сейчас Видели Сейчас Поставили Cadence Неактивировано У меня Я это Активирую И Gutenberg По идее Должен быть Расширен Более Расширен У Cadence Блока Есть Своя версия Она Здесь Показана Здесь Удобно На русском Мы находимся В виде Настройки Cadence Блок Отдельная Вкладка И мы Можем Видеть По русски То что Нам Здесь Предлагают И это Все Можно В отдельности Деактивировать Не забывайте Что это Набор Бесплатных Виджетов А это Значит Что Есть И платные Cadence Блоки У данных Разработчиков Которые Можете Приобрести Для еще Более Расширенной Функциональности Как посмотреть Блоки Установленным Только что Нами Переходите В любую Страницу Вот страница Зашел В редактированной Странице У меня Гарантия С текстом Под текстом Например По плюсу Показать Все Видите Появился Раздел Cadence Блок Вот они Синенькие Все И прям По русски Написано Надо Конечно Выбирать Смотреть Каждый Смотреть Который Вам Подойдет Посмотрим Табс Некие Вкладки Кликаю Просто По табам Скажем В контент Я хочу Вставить Выбираем Из четырех Представленных Вот такой Вариант Например Еще раз На нее Кликаю И в каждую Вкладку Вы просто По плюсу Еще можете Внутрь Вложить Что-то Из Гутенберг Блоков Вот я Ставлю Например Календарь В первую Вкладку Название Вкладки Например Здесь Меняется Вот В каждую Вкладку Можно Вставить Контент На этом Уровне Давайте Посмотрим Что Получается Обновимся То есть Вот Текст Поменялся Вот Календарь Здесь Вот Они Работают Вкладки Переключаются Прямо Внутри Статьи Внутри Страницы Также Имеются Настройки У нас Если Мы Кликнем По Нашему Блоку Табы У нас Здесь Настройка Есть Или Просто По этой Кнопке То есть Скажем Вы находились В настройке Страница Вот здесь Есть Кнопка Сюда Переходим Здесь Есть Глобальные Наши цвета Настройки Вот этих Всех Табов Табс Есть Глазик Напротив Здесь На самом Деле Можно Назначить Это Права То есть Это У нас Есть Роли На Вордпрос Сайте Есть Автор Эдитер И Можно Решить Кто Будет Видеть Из Ваших Помощников Там Некое Ограничение Внести Для Каждого Элемента От Этого Блока Гутенберга Также Сейчас Мы Работаем С вами С Виджетом Именно Табов Находим Его Здесь Здесь Вот Вы видите Другие Установили Кликнув По Табам Тоже Есть Дополнительные Настройки Там Показать Presets Для Разных Устройств Отображения Просто Вот так Настроить Как Будет На планшете На Мобилке Выглядит Также Вы найдете Здесь Такая Есть Кнопка Библиотека Есть Бесплатный Есть Платный То есть Вот где Пометка Про Установить Не Сможем Мы Бесплатно По Категориям Разбито То есть Мы Можем Отдельно Какие-то Блоки Прямо Вставить В страницу Формы Там И так Далее Например Вот есть Форма Также Можно Менять Отображение Посмотреть На целые Шаблоны Давайте Посмотрим Есть Такие Блоки Если Я по Ним Кликаю То У меня Прямо В страницу Вставляется Такой Некий Блок Здесь Конечно В режиме Редактирование Он смотрится Криво Он Как будто Куда-то Уехал Если Мы Сохраним Страницу Обновимся То Здесь Он У нас Вписывается В каркас И Достаточно Хипастично Смотрится При Наведении Есть Некая Анимация Мне Достаточно Просто Было Выровнять Этот Блок По Центру И Вот Здесь По Иконке На самом деле Видно Что Это Макет То есть Это У нас Вот Этот Макет Строки Для Них Управление Кликаю Сюда Вот Здесь Вот Мы Выбираем Из Предложенных Иконку Видим Она Меняется Размер Тоже Можешь Здесь Управлять Текст Прямо Здесь Я Могу Поменять Этот Текст Ниже Тоже Также Выделить Блок Мышкой Кликнув По Нему Что Я С Ним Работаю Здесь Я Могу Перейти На Шестеренку И Поиграться Вы Видите С Отображением Ссылку Вешаю Здесь На него Выравниваю Содержимого Все Это Можно Настроить Параметры Тоже Контейнера Отступы Цвет У меня Там Синей Рамки Вот Она Теперь Коричневая Вот Так Вот Это Все Можно Здесь Очень Досконально Настроить Получается Кликаю Сюда Тоже Настройка Отдельно Этого Блока Цвета Все Ниже Здесь Все Настроечки У нас Имеются Также С табами Кликнув По табам Шестеренка Настройка Для Компьютерной Планшетной Мобильной Версии Как будет Выглядеть Вот Например Видите Меняется Здесь Вот так Вот Ну и Другие Параметры Там Фон Из Палитры Можно Взять И Очень Тонко Это Все Настроить Отступы И так Далее На этом Я заканчиваю Данный Разбор Надеюсь Для вас Было Все Это Интересно И Полезно Я С вами Не Прощаюсь И Увидимся С вами В следующих Видео Пока Пока Друзья